Добрый день, меня зовут Владимир Кеймар, я являюсь лидером корпорации New Era. New Era Health Industry – это новая эра индустрии здоровья, это единственная в мире государственная сетевая компания. Я сегодня вам буквально на 1-2-3 расскажу о маркетинге, о том, насколько он хорош, насколько он комфортен для работы. Как мы знаем, существует самый первый этап – этап старта, процесс работы и формирование лидеров, уже работа лидеров. Самый важный этап всегда и везде – это самое начало. Вполне понятно, насколько удобно, комфортно человеку стартовать в бизнесе, это во многом определяет в дальнейшем, останется ли он и насколько останется. Итак, первый этап – это старт. Насколько легко стартовать в компании New Era. Прежде всего, хочу сказать, что маркетинг корпорации New Era является накопительным маркетингом. Все объемы накапливаются, квалификации дистрибьюторов не снижаются. Это значит, что в тот момент, когда человек входит в компанию, он начал накапливать объемы, начал накапливать не только свои личные объемы, и объемы всех людей в его структуре, всех людей, кого он пригласил, кого пригласили его люди и кого пригласили вышестоящие спонсоры. Никогда не сможет квалификация понизиться, никогда объем не сможет понизиться. Все зависит от того, насколько эффективно работает дистрибьютор, и от этого будет зависеть время, через которое он достигнет той или иной квалификации. Следующий параметр, который очень важен в маркетинге, это отсутствие на первоначальном этапе, на этапе старта, обязательств по личным закупкам и по объемам. Что это значит? Это значит, что до тех пор, пока дистрибьютор не вышел на стабильные высокие доходы, ему не надо ни подтверждать свои квалификации личными закупками, ни делать какие-то обязательные объемы в своей структуре. Тогда, когда он выходит уже на третью, на четвертую степень, он будет это подтверждать личными закупками и объемами, но при этом уже получая хорошие вознаграждения в виде бонусов от объема в своей структуре. Очень важный момент, который я хочу тоже отдельно озвучить, это отсутствие обязательств по личным приглашенным. Поэтому люди с небольшим опытом работы или люди, которые не имеют возможности 100% своего времени посвящать работе в сетевой компании, они освобождены от обязательств, и сколько бы людей они не пригласили, все будет зависеть от того, насколько активно работают их люди, насколько активно работают люди, приглашенные их вышестоящими спонсорами. Никакие бонусы не будут зависеть от того, какое количество лично приглашенных людей в структуре именно этого представителя находится. Дальше. Маркетинг таков, что бонусы рассчитываются с объемов всей его структуры. Вне зависимости от того, слабая ветка, не слабая, с любого направления все 100% объемов дают бонус. Ну, как мы все прекрасно знаем, есть виды маркетинга, которые выдают бонус человеку только со слабого направления. Здесь этого нет, поэтому люди могут спокойно развивать свои ветки, не пытаясь наверстать тех лидеров в своей структуре, которые обгоняют других. Я не могу не обратить внимание на то, что в компании New Era на сегодняшний день в сеть выдается самое большое количество процентов среди всех сетевых компаний мира. Это не смелое заявление, это факт. Это говорит о том, что компания может себе позволить уже на первом этапе обеспечить людям, представителям стабильный, высокий доход. Мы рассмотрели коротко этап старта, мы поняли, что человеку, который входит и только начинает свою деятельность в компании, достаточно легко и комфортно работать. И давайте рассмотрим, что происходит дальше. Дальше человек повышается по карьерной лестнице и начинает работать вместе со своими представителями, которые находятся рядом с ним в офисе. Кто-то является его другом, кто-то из друзей находится в другом офисе. Важно то, что сетевой бизнес таков, что параллельные ветки иногда заставляют общаться людей, несмотря на то, друзья они или не друзья, и делают их конкурентами. Потому что если твой друг находится не в твоей структуре, то объемы в твоей структуре он не приносит и делает человека, ставит его на статус конкурента. В компании «Новая эра» этого нет. Дело в том, что в компании «Новая эра» доход идет не только от объема в твоей личной структуре, но и от всех параллельных структур в СНГ и даже в мире. На определенной квалификации, которая достаточно быстро достигается. По практике могу сказать, что нашей работы через 3-4 месяца многие люди, многие представители уже достигают такого уровня, когда они становятся не простыми дистрибьюторами, а акционерами компании. Они начинают получать свой пассивный доход как акционеры, когда ты получаешь доход вне зависимости от того, насколько активно работала твоя структура. Потому что если у тебя твои объемы были в этом месяце не очень большими, то и СНГ, и мир все равно сработали хорошо, и ты получишь большой стабильный доход в виде процентов. Это говорит о том, что все представители компании «Нью Эра» являются не конкурентами, а друзьями, вне зависимости от того, в какой ветке они находятся. Следующий момент. Я знаю очень много людей, которым невыгодно, чтобы в их структуре находились лидеры. Идет конкуренция между представителями, между дистрибьюторами. Если ты начинаешь активно работать, и твой темп развития опережает темп развития и доходы твоего лидера, твоего спонсора, то твой спонсор может перестать получать от тебя доход. Это маркетинг. В компании «Новая Эра» такого нет. Поэтому если ты хочешь активно развиваться, твой спонсор, твои наставники вышестоящие будут тебе в этом активно помогать. Почему? Потому что они напрямую заинтересованы в твоих объемах. Чем больше ты зарабатываешь деньги, тем больше они будут получать в виде бонуса доходы от твоей деятельности. Точно так же, когда мы становимся лидерами, нам очень выгодно, чтобы в нашей команде, в нашей структуре развивались лидеры. Потому что чем больше человек зарабатывает в моей структуре, тем больше в натуральную величину процент в виде бонуса я от него получаю. Чем выше моя квалификация, тем больше доходов. Это тоже очень важно. Некоторые маркетинги не предусматривают, что лидеры на высоких квалификациях могут зарабатывать большие доходы, либо они должны для этого делать очень большие личные продажи. Здесь такого нет. Путем повышения квалификации мы свои доходы только увеличиваем. Ни в коем случае не уменьшаем. Это очень важно для позиции лидера, чтобы он чувствовал себя не продавцом, не простым дистрибьютором, а чувствовал себя именно лидером и был нацелен на развитие своей структуры, а не на продажу. И этому подтверждение, что на высокой квалификации компания обязует вас делать маленькие личные закупки и маленькие обязательные объемы, боковые объемы. Не повышается личная закупка, объем личной закупки. Более того, скажу, что на самой высокой квалификации она даже понижается. И это логично, это правильно. Лидер должен заниматься ростом своей команды, а не своими продажами, не заботиться о том, чтобы он как можно больше продал. Обучение в самых престижных университетах Китая и мира. Достигая определенной степени, лидер получает возможность бесплатно обучаться в двух самых престижных университетах Китая и в Гарварде, то есть в самом престижном университете мира. Эта возможность дается лидеру абсолютно бесплатно, и она полностью соответствует профилю деятельности, потому что специальность, по которой он может обучаться, она полностью соответствует специфике сетевого маркетинга. Все дистрибьюторы получают живые деньги. И стратегия нацелена на то, чтобы человек с самого начала стабильно получал высокие доходы. По мере роста эти доходы будут расти и расти. Мы рассмотрели основные параметры, по которым в принципе можно оценить любой маркетинг. Я акцентировал вам внимание на тех преимуществах, которые может похвастаться компания New Era. А возникает законный вопрос, и он у меня всегда возникает, и я приветствую тех, у кого возникает вопрос. А где гарантии? Где гарантии того, что маркетинг не изменится? Где гарантии того, что продукция, качество продукции не изменится, цена на продукцию не изменится? Где гарантия того, что у компании хватит сил финансировать свою деятельность, расширяясь на мировом рынке? Ответ на этот вопрос очень простой. Ответ на этот вопрос, он очень просто отображен вот на этом слайде. То, что компания New Era уже в 18 лет успешно работает на территории Китая. То, что компания New Era сейчас приняла решение выходить на международный рынок. То, что в компании New Era сейчас на сегодняшний день уже находится 800 миллионеров. Все это связано с тем, что гарантии стабильности, гарантии финансирования, гарантии выполнения своих обещаний нам дает правительство Китая. Это очень важно. Слово, официальное слово, официального лица, высокого чиновника, слова министра, слова премьер-министра Китая значит намного больше, чем слова любого каверсанта. Поэтому, когда нам китайское правительство напрямую заявляет, что пока существует государство Китай, будет существовать корпорация New Era, к этому нужно серьезно отнестись. Ну, а какие, собственно, поставило себе правительство Китая задачи на ближайшее время? Перед вами стратегия развития компании. На сегодняшний день компания выделила 400 миллионов долларов на расширение производства. Компания намерена до 2020 года увеличить ассортимент продукции со 130 до 400 наименований. 50 миллионов долларов правительство Китая выделило на развитие международного рынка. Из них 8 миллионов выделено в Россию. Правительство Китая нам обещает выйти в первую тройку сильнейших сетевых компаний мира к 2020 году с объемом в 10 миллиардов долларов. На сегодняшний день цифры таковы. В 2011 году объем составил 555 миллионов долларов. В 2012 – 700 миллионов долларов. Сейчас идет расширение производства. Сейчас идет расширение компании на международном рынке. Сейчас компания начала работать на Юго-Востоке и с 8 декабря 2013 года она официально начала свою деятельность на территории СНГ. Это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. У компании не просто амбициозные заявления о ближайшем лидерстве на этом рынке. И я хочу задать вам один вопрос, который я задал себе какое-то время назад. Как вы думаете, китайское правительство справится с этими обещаниями или нет? Если вы считаете, что китайское правительство выполняет свои обещания, добро пожаловать в Нью-Эру.